Старая миссис Бентли и сама не могла бы сказать, как все это началось. Она часто видела детей в бокалейной лавке. Точно мошки или обезьянки мелькали они среди кочанов капусты и связок бананов. И она улыбалась им, и они улыбались в ответ. Миссис Бентли видела, как они бегают зимой по снегу, оставляя на нем следы, как вдыхают осенний дым на улицах. А когда цветут яблони, стряхивают с плеч облака душистых лепестков. Но она никогда их не боялась. Дом у нее в образцовом порядке. Каждая мелочь на своем привычном месте. Полы всегда чисто выметены, провизия аккуратно заготовлена впрок. Шляпные булавки воткнуты в подушечки, а ящики комода в спальне, доверху набиты всякой всячиной, что накопилось за долгие годы. Миссис Бентли была женщина бережливая. У нее хранились старые билеты, театральные программы, обрывки кружев, шарфики, железнодорожные пересадочные билеты. Словом, все приметы и свидетельства ее долгой жизни. «У меня куча пластинок», — говорила она. «Вот Каруза. Это было в Нью-Йорке в 916-м. Мне тогда было 60, и Джон был еще жив. А вот Джон Мун. Это, кажется, 924-й год. Джон только что умер». Вот это было, пожалуй, самым большим огорчением в ее жизни. То, что она больше всего любила слушать, видеть и ощущать, ей сохранить не удалось. Джон остался далеко в лугах. Он лежит там в ящике, а ящик надежно спрятан под травами, а над ним написано число. И теперь ей ничего от него не осталось, только высокий шелковый цилиндр, трость да выходной костюм, что висит в гардеробе. А все остальное пожрала моль. Но миссис Бентли сохранила все, что могла. Пять лет назад, когда она переехала в этот город, она привезла с собой огромные черные сундуки, там, пересыпанные шариками нафталина. Лежали смятые платья в розовых цветочках и хрустальные вазочки ее детства. Покойный муж владел всякого рода недвижимым имуществом в разных городах. И она передвигалась из одного города в другой, словно пожелтевшая от времени шахматная фигура из слоновой кости, продавая все подряд, пока не очутилась здесь, в чужом незнакомом городишке, окруженная своими сундуками и темными уродливыми шкафами и креслами, застывшими по углам, будто давно вымершие звери в допотопном зоологическом саду. Происшествие с детьми случилось в середине лета. Миссис Бентли вышла из дома полить дикий виноград у себя на парадном крыльце и увидела, что на лужайке преспокойно разлеглись две девочки и мальчик. Свежескошенная трава покалывала их голые руки и ноги, и это им явно нравилось. Миссис Бентли благодушно улыбнулась всем своим желтым морщинистым лицом, и в эту минуту из-за угла появилась тележка с мороженым. Точно оркестр крошечных эльфов она вызванивала ледяные мелодии, острые и колючие, как звон хрустальных бокалов в умелых руках, созывая и маня к себе всех вокруг. Дети тотчас же сели, и все разом, словно подсолнухи к солнцу, повернули головы в сторону тележки. «Хотите мороженого?» спросила миссис Бентли и окликнула. «Эй, сюда!» Тележка остановилась, звякнули монетки, и в руках у миссис Бентли очутились бруски душистого льда. Дети с полным ртом поблагодарили ее и принялись с любопытством разглядывать от башмаков на пуговицах до седых волос. «Дать вам немножко?» спросил мальчик. «Нет, детка, я уже старая, и мне ничуть не жарко. Я, наверное, не растаю даже в самый жаркий день», засмеялась миссис Бентли. Со сладкими сосульками в руках дети поднялись на тенистое крыльцо и уселись рядышком на ступеньку. «Меня зовут Элис, это Джейн, а это Том Сполдинг». «Очень приятно. А я миссис Бентли. Когда-то меня звали Элен». Дети в изумлении уставились на нее. «Вы не верите, что меня звали Элен?» спросила миссис Бентли. «А я не знал, что у старух бывает имя», жмурясь от солнца, ответил Том. Миссис Бентли сухо засмеялась. «Он хочет сказать, старух не называют по имени», пояснила Джейн. «Когда тебе будет столько лет, сколько мне сейчас, дружок, тебя тоже никто не станет называть Джейн. Стариков всегда величает очень торжественно, только мистер или миссис, не иначе. Люди помоложе не хотят называть старуху Элен. Это звучит очень легкомысленно. «А сколько вам лет?» спросила Элис. «Ну, я помню даже птеродактиля», улыбнулась миссис Бентли. «Нет, правда, сколько?» «Семьдесят два». Дети задумчиво пососали свои ледяные лакомства. «Да, уже-то старое, так старое», сказал Том. «А ведь я чувствую себя так же, как тогда, когда была в вашем возрасте», сказала миссис Бентли. «В нашем?» «Конечно. Когда-то я была такой же хорошенькой девчуркой, как ты, Джейн, и ты, Элис». Дети молчали. «В чем дело?» «Ни в чем». Джейн поднялась на ноги. «Как? Неужели вы уже уходите? Даже не доели мороженое? Что-нибудь случилось?» «Мама всегда говорит, что врать нехорошо», заметила Джейн. «Конечно, нехорошо. Очень плохо», подтвердила миссис Бентли. «И слушать, когда врут, тоже нехорошо». «Кто же тебе соврал, Джейн?» Джейн взглянула на миссис Бентли и смущенно отвела глаза. «Вы?» «Я?» Миссис Бентли засмеялась и приложила сморщенную руку к тощей груди. «Про что же?» «Про себя. Что вы были девочкой». Миссис Бентли выпрямилась и застыла. «Но я и правда была девочкой, такой же, как ты, только много лет назад». «Пойдем, Элис. Том, пошли». «Постойте», сказала миссис Бентли. «Вы что, не верите мне?» «Не знаю», сказала Джейн. «Нет, не верим». «Но это же просто смешно. Ведь ясно же, все когда-то были молодыми». «Только не вы», потупив глаза, чуть слышно шепнула Джейн, словно про себя. Ее палочка от мороженого упала в лужицу ванили на крыльце. «Ну, конечно, мне было и восемь, и девять, и десять лет, так же, как всем вам». Девочки хихикнули, но спохватившись тотчас умолкли. Глаза миссис Бентли сверкнули. «Ладно, не могу я целое утро без толку спорить с маленькими глупышками. Ясное дело, мне тоже когда-то было десять лет, и я была такая же глупая». Девочки засмеялись. Том смущенно поежился. «Вы просто шутите», все еще смеясь, сказала Джейн. «По правде вам никогда не было десять лет, да?» «Ступайте домой», вдруг крикнула миссис Бентли. Ей стало не в терпеж, под их взглядами. «Нечего тут смеяться». «И вас вовсе не зовут, Элен?» «Разумеется, меня зовут, Элен». «До свидания». Сквозь смех крикнули девочки, убегая по лужайке. Том поплелся за ними. «Спасибо, замороженное!» «Я и в классы играла!» крикнула им вдогонку миссис Бентли, но их уже не было. Весь день после этого миссис Бентли яростно громыхала чайниками и кастрюлями, шумом готовила свой скудный обед и то и дело подходила к двери в надежде поймать этих дерзких дьяволят, уж, наверное, они бродят где-нибудь поблизости и смеются. Впрочем, если она и увидит их снова, что им сказать? Да и с какой стати они занимают ее мысли? «Подумать только», сказала миссис Бентли, обращаясь к изящной фарфоровой чашечке, расписанной букетиками роз. «В жизни еще никто не сомневался, что и я когда-то была девочкой. Это глупо и жестоко. Я ничуть не горюю, что я уже старая, почти не горюю, но отнять у меня детство нуж нет». Ей казалось, дети бегут прочь под дуплистыми деревьями, унося в холодных пальцах ее юность, незримую, как воздух. После ужина миссис Бентли, сама не зная зачем, с бессмысленным упорством наблюдала, как ее руки, точно пара призрачных перчаток на спиритическом сеансе, собирают в надушенный носовой платок некие необходимые предметы. Потом она вышла на крыльцо и простояла там, не шевелясь, добрых полчаса. Наконец, внезапно, точно спугнутые ночные птицы мимо пронеслись дети, но оклик миссис Бентли остановил их на лету. «Что, миссис Бентли?» «Поднимитесь ко мне на крыльцо», приказала она. Девочки повиновались, следом поднялся и Том. «Что, миссис Бентли?» Они старательно нажимали на слово «миссис», как будто это и было ее настоящее имя. «Я хочу показать вам несколько очень дорогих мне вещей». Миссис Бентли развернула надушенный узелок и сперва заглянула в него сама, точно ожидала найти там нечто удивительное и для себя. Потом вынула маленькую круглую гребенку, на ней поблескивали фальшивые бриллиантики. «Я носила ее в волосах, когда мне было девять лет», объяснила она. Джейн повертела гребенку в руке. «Очень мило. Пкажи-ка!» закричала Элис. «А вот крохотное колечко. Я носила его, когда мне было восемь лет», продолжала миссис Бентли. «Видите, теперь оно не лезет мне на палец. Если посмотреть на свет, видна пизанская башня. Кажется, что она вот-вот упадет». «Ну покажи мне, Джейн!» Девочки передавали колечко друг другу и, наконец, оно очутилось на пальце у Джейн. «Смотрите, оно мне как раз!» — воскликнула она. «А мне гребенка!» — изумилась Элис. Миссис Бентли вынула из платка несколько камешков. «Вот», — сказала она. «Я в них играла, когда была маленькая». Она подбросила камешки, и они упали на крыльцо причудливым созвездием. «А теперь взгляните!» И старуха торжествующе подняла вверх раскрашенную фотографию, свой главный козырь. Фотография изображала миссис Бентли семи лет от роду в желтом, пышном, как бабочка, платье с золотистыми кудрями, синими-пресиними глазами и пухлым ротиком Херувима. «Что это за девочка?» — спросила Джейн. «Это я». Элис и Джейн впили с глазами в фотографию. «Ни капельки не похожи», — просто сказала Джейн. «Кто хочешь, может раздобыть себе такую карточку». Они подняли головы и долго вглядывались в морщинистое лицо. «А у вас есть еще карточки, миссис Бентли?» — спросила Элис. «Какие-нибудь попозже. Когда вам было пятнадцать лет, и двадцать, и сорок, и пятьдесят?» И девочки торжествующе захихикали. «Я вовсе не обязана ничего вам показывать», — сказала миссис Бентли. «А мы вовсе не обязаны вам верить», — возразила Джейн. «Но ведь эта фотография доказывает, что и я была девочкой. На ней какая-то другая девочка, вроде нас. Вы ее у кого-нибудь взяли?» «Я и замужем была». «А где же мистер Бентли?» «Он давно умер. Если бы он был сейчас здесь, он бы рассказал вам, какая я была молоденькая и хорошенькая в двадцать два года. Но его здесь нету. И ничего он не может рассказать, и ничего это не доказывает». «У меня есть брачные свидетельства». «А может, вы его тоже у кого-нибудь взяли?» «Нет, вы найдите такого человека, чтоб сказал, что видел вас много-много лет назад, и вам было десять лет. Вот тогда я поверю, что вы в самом деле была молодая». И Джейн даже зажмурилась, уверенная в своей правоте. «Тысячи людей видели меня в то время. Но они уже умерли, дурочка. Или больны, или живут в других городах. А в вашем городе я не знаю ни души, я ведь совсем недавно тут поселилась. И никто здесь не видел меня молодой». «Ага, кто-то?» И Джейн подмигнула Тому и Элис. «Никто не видел». «Да погоди же!» Миссис Бентли схватила девочку за руку. «Таким вещам верят без всяких доказательств. Когда-нибудь вы будете такие же старые, как я. И вам тоже люди не станут верить. Они скажут, нет, эти старые вороны никогда не были ласточками. Эти совы не могли быть иволгами. Эти попугаи не были певчими дроздами. Да-да, придет день, и вы станете такими же, как я». «Ну, нет», ответили девочки. «Ведь правда, этого не может быть?» Спрашивали они друг друга. «Вот увидите», сказала миссис Бентли. А про себя думала. «Господи Боже, дети есть дети, а старухи есть старухи, и между ними пропасть. Они не могут представить себе, как меняется человек, если не видели этого собственными глазами. «Вот ты», обратилась она к Джейн. «Неужели ты не замечала, что твоя мама с годами меняется?» «Нет», ответила Джейн. «Она всегда была такая, как теперь». «И это правда. Когда живешь все время рядом с людьми, они не меняются ни на йоту. Вы изумляетесь прошедшим в них переменам, только если расстаетесь надолго, на годы». И миссис Бентли вдруг показалось, что она целых семьдесят два года мчалась в грохочущем черном поезде. И вот, наконец, поезд остановился у вокзала, и все кричат. «Ты ли это, Элен Бентли?» «Теперь мы, пожалуй, пойдем домой», сказала Джейн. «Спасибо за колечко. Оно мне в самый раз. Спасибо за гребенку. Она очень красивая. Спасибо за карточку той девочки». «Погодите!» закричала миссис Бентли им вслед. Они уже сбегали по ступенькам. «Отдайте! Это все мое!» «Не надо!» попросил Том, догоняя девочек. «Отдайте!» «Нет, она все это украла. Это все вещи какой-то девочки. Она их просто украла. Спасибо!» Еще раз крикнула Элис. Миссис Бентли кричала, звала, но они исчезли, точно мотыльки в ночи. «Простите!» сказал Том. Он снова стоял на лужайке и глядел на миссис Бентли. Потом и он ушел. «Они унесли мое колечко и мою гребенку и фотографию», думала миссис Бентли. Она стояла на крыльце и вся дрожала. И ничего не осталось. Совсем ничего. Ведь это была часть моей жизни. Ночью, лежа среди своих сундуков и без делушек, она долгие часы не смыкала глаз. Она обводила взглядом тщательно сложенные в стопки лоскуты, игрушки и страусовые перья и говорила вслух. «Да полно! Мое ли все это?» Может быть, просто старуха пытается уверить себя, что и у нее было прошлое. В конце концов, что минуло, того больше нет и никогда не будет. человек живет сегодня. Может, и она была когда-то девочкой. Но теперь это уже все равно. Детство миновало, и его больше не вернуть. В комнату дохнул ночной ветер. Белая занавеска трепетала на темной трости, что стояла у стены, рядом со всякой всячиной, копившейся долгие годы. Порыв ветра качнул трость, и она с негромким стуком упала прямо в пятно лунного света на полу. Сверкнул золотой набалдашник. Это была парадная трость ее покойного мужа. Казалось, он указывает ею сейчас на миссис Бентли, как это бывало, когда они очень редко ссорились, и он увещевал ее своим мягким, печальным и рассудительным голосом. — Дети правы, сказал бы он ей. Они у тебя ничего не украли, дорогая. Все это уже не принадлежит тебе. Оно принадлежало той другой тебе. И это было так давно. — Господи, подумала миссис Бентли. И тут словно зашипел валик старинного фонографа под стальной иголкой. Она ясно услышала свой разговор с мужем. Мистер Бентли, такой подтянутый, даже немного чопорный, с розовой гвоздикой на безукоризненном лацкане, говорил ей. Дорогая, ты никак не можешь понять, что время не стоит на месте. Ты всегда хочешь оставаться такой, какой была прежде, а это невозможно. Ведь сегодня ты уже не та. но зачем ты бережешь эти старые билеты и театральные программы? Ты потом будешь только огорчаться, глядя на них. Выкинь-ка их лучше вон. Но миссис Бентли упрямо хранила все билеты и программы. Это не поможет, говорил мистер Бентли, попивая свой чай. Как бы ты не старалась оставаться прежней, ты все равно будешь только такой, какая ты сейчас, сегодня. Время гипнотизирует людей. В девять лет человеку кажется, что ему всегда было девять и всегда так и будет девять. В тридцать он уверен, что всю жизнь оставался на этой прекрасной грани зрелости. А когда ему минет семьдесят, ему всегда и навсегда семьдесят. Человек живет в настоящем, будь то молодое настоящее или старое настоящее, но иного он никогда не увидит и не узнает. Это был один из немногих и очень дружеских споров в их мирной семейной жизни. Джон никогда не одобрял ее склонности собирать памятки о прошлом. «Будь тем, что ты есть, поставь крест на том, чем ты была», говорил он. «Старые билеты обман, беречь всякое старье, только пытаться обмануть себя?» «Был бы он жив сегодня?» «Что бы он сказал?» «Ты бережешь коконы, из которых уже вылетела бабочка», сказал бы он. «Старые корсеты, в которые ты уже никогда не влезешь, зачем же их беречь?» «Доказать, что ты была когда-то молода невозможно. Фотографии? Нет, они лгут, ведь ты уже не та, что на фотографиях». «А письменные показания под присягой?» «Нет, дорогая, ведь ты не число, не чернила, не бумага, ты не эти сундуки с тряпьем и пылью. Ты только та, что здесь сейчас, сегодня, сегодняшняя ты», миссис Бентли кивнула. «Ей стало легче дышать». «Да, я понимаю, понимаю». Трость с золотым набалдашником поблескивала в лунных бликах на ковре. «Утром я со всем этим покончу», сказала миссис Бентли, обращаясь к трости. «Отныне я буду только тем, что я есть сегодня». «Да, решено, так и будет». И она уснула. Утро настало зеленое, солнечное, в дверь уже осторожно стучались обе девочки. «У вас еще есть что-нибудь для нас, миссис Бентли? Еще какие-нибудь вещи той девочки?» Миссис Бентли повела их из прихожей в библиотеку. «Возьми вот это». И она протянула Джейн платье, в котором когда-то в пятнадцать лет играла дочь мандарина. «И это, и вот это». Она отдала калейдоскоп и увеличительное стекло. «Берите все, что хотите», говорила миссис Бентли. «Книги, коньки, куклы, все, все это ваше». «Наше?» «Только ваше». «И вот что. Помогите мне в одном деле. Я собираюсь развести на заднем дворе большой костер. Нужно вынуть все из сундуков и выбросить всякий хлам. Пусть его забирает старьевщик. Все это уже не мое. Ничего нельзя сохранить навеки. «Мы поможем», сказали девочки. Миссис Бентли повела их на задний двор. Она захватила коробку спичек, девочки несли по охапке всякой всячины. И потом все лето обе девочки и Том часто сидели в ожидании на ступеньках крыльца миссис Бентли, как птицы на жердочке. А когда слышались серебряные колокольчики мороженщика, дверь отворялась, и из дома выплывала миссис Бентли, погрузив руку в кошелек серебряной застежкой. И целых полчаса они оставались на крыльце вместе, старуха и дети, и смеялись, и лед таял, и таяли шоколадные сосульки во рту. Теперь, наконец, они стали добрыми друзьями. «Сколько вам лет, миссис Бентли?» «Семьдесят два». «А сколько вам было пятьдесят лет назад?» «Семьдесят два». «И вы никогда не были молодая, и никогда не носили лент, и вот таких платьев?» «Никогда». «А как вас зовут?» «Миссис Бентли». «И вы всю жизнь прожили в этом доме?» «Всю жизнь». «И никогда не были хорошенькой?» «Никогда». «Никогда- никогда?» «За тысячу миллионов лет?» В душной тишине летнего полудня девочки пытливо склонялись к старой женщине и ждали ответа. «Никогда», отвечала миссис Бентли, «никогда- никогда за тысячу миллионов лет». прожили лог «За миссис» «Никогда-